привет друзья сегодня мы с вами снова отправимся в германию на этот раз в город bremen и посмотрим на чем там работают водители автобусов в частности мы посмотрим на обзор автобуса mercedes citaro пишите потом в комментариях друзья какие новые функции вы для себя увидели что-то новое что интересно потому что я для себя увидел хоть я работаю водителем автобуса я для себя увидел немножко новых функций которых у меня в автобусе нет я думаю еще очень долго не будет к сожалению но в любом случае есть чему стремится нашего автопрома так сказать пишите в комментариях друзья что вы для себя увидели нового что было интересно делитесь мнениями будет интересно почитать давайте сейчас готовим чай кофе и погнали смотреть видос а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот собственно говоря Тут у нас экраны даже есть Телевидение показывают рекламу в основном Вот еще один автомат Да второй вот еще спереди есть Два автомата Вот они поставили вот такие Mercedes Benz И вот такие при входе автоматы еще поставили Вот, люди заходят карточку сюда прикладывают У меня там на экране чтобы дверь открыть Магнитная кнопка У меня на экране показывается сколько человек может ехать на этой фар-карте все такое ну вот все сейчас поедем окно в общем я на него вот проехался автобан на на автобане 10 минут такая вот у нас панель здесь управление все уже с экраном короче выставлять температуру всю эту здесь фара карта должна вставляться но мы ездим без фара карты вот 56 тысяч он проехал да или что это значит я не вижу сейчас на у нас нет парка потому что в городском движении вот ключ зажигания здесь уже сбоку вот такие ключи у нас у всех водителям по 5-6 штук они универсальные на всех автобусах нашей фирме то есть не надо постоянно брать но он был тут уже вставлен тут и оставлю у меня свой есть у меня их несколько штук окно я вам показывал шторка тоже здесь на кнопке все управляется вот что мне понравилось вот этот час датчик открывается вот этот датчик стоит сейчас вот он он это не датчик это лампочка она показывает тот и винтель если кто-то сбоку проходит или бордюр у меня вот эта вся половина начинает вибрировать показывает потом здесь вот есть обогрев жопы охлаждение задницы короче штук 1 2 3 все управление этим сиденьем все короче управляется здесь такими рычагами такого я тоже еще не видел это что-то новенькое дверь открывать третья дверь тоже здесь открывается в других автобусах не открывается она кнопкой здесь телефон звонить можно короче вся менюшечка вот так вот он выглядит панелька да вот он прошел 56000 этот автобус почти свеженький такая тут панелька что здесь может посмотреть потом разберусь это наши без говорят это вот фаркарты продавать вот эта касса ну кайфы я словил очень прикольный автобус я на нем еще ни разу не ездил сейчас посмотрю вот этот я уже объяснял слышите при открытие при открывании двери он проговаривает для глухонемых вот пищи слушайте нет сейчас он не говорит первый раз он сказал сейчас вторую дверь открою тоже он не повторяется такой вот он настырный один раз сказала все но на каждой остановке он будет проговаривать в какую сторону едет этот автобус но даже сверху там видно стоит динамик на я сейчас обойду покажу сегодня 22 линиями вот так у нас открывается двери интересно тут вот что у нас длинный он метров 18 наверное 19 но это хорошо я короткие автобусы не люблю люблю длинные автобусы вот зеркало уже не торчит так сильно нет вот здесь она торчит тоже не очень хорошо но в принципе не так как у солярица вот у нас наша фирма вот стоит этот динамик вот сообщает для глухонемых какая-то линия автобуса а у нас вечером надо заходить всегда вот с 20 часов всегда заходить в переднюю дверь после восьми вечера и вот когда они заходят в переднюю дверь вот сюда они прикладывают свои фар карты и значит я вот там на экране смотрю сколько им можно человек ехать все такое ну вот еще раз по салону все у нас сиденья обшиты символику бремена это наш оланд ключ и все такое здесь инвалидов место карта неца камеры вот такие уже везде стоят вот так вот вот сама эта гармошка тут такая вот все сейчас я первый кружок проеду потом может быть расскажу что-нибудь побольше про него потому что первый раз тут уже вот сделали ручки какие-то интересные не видел такого обычно они всегда такие гладкие вот еще хотел снять как у нас инвалиды заходят в автобус вот получается все у меня это во всех автобусах у нас времени вот у меня здесь по на панели но я нажимаю здесь такой сигнал загорается осторожно что здесь вот она выдвигается это этот лифт опускается вот они могут заезжать до 350 килограмм может человек поместиться на инвалидной коляске и все и потом я опять тут же не стоят не вставая с места опять все вот его блокируется чтобы не скатился и все он заезжает вот эта штука подвигается заехал все открывается как раз и вот здесь вот он заезжает становится на свое место вот а это вот здесь после восьми часов они свои прикладывают билетики вот здесь даже написано пожалуйста свой билет вот так они выглядят желтые зеленые прикладывают меня здесь на экране высвечивается может он со мной ехать нельзя ехать ему и сколько он действительно этот билет как-то вот так ну вот после паузы мне достался вот такой м.н. довольно таки старый уже у него тут 700 сколько 738 тысяч он побежал еще немного и будет миллиончик ну вот он стандартно такой старенький манчик тут уже все открывать руками ничего с кнопочкой уже не работает все ручно-приватно уже все открывается ручка ну и вот так вот стекло открывается здесь у нас раз вот тут ручка такая все открывается уже все надо делать своими руками ну вот так вот раз и люди в принципе могут тебя не заразили но так тоже сидение передняя огорожена тоже вот этот автомат так же как у всех наших автобусов в принципе внутри интерьерчик почти такой же как у того mercedes тоже у нас два автомата для продажи билетов вот такой вот он камеры такие более крупные чем там уже телевизоров нет просто обозначение остановок вот так он выглядит внутри здесь пишется все сейчас я пойду снаружи сниму вот руль ну конечно старенький здесь тоже кстати есть обогрев сиденье и охлаждение сиденье тоже сейчас темновато немножко так хорошо это все видно немножко свет включу здесь тоже фарерка тоже можно у нас в городском движении для 3 2 и нету кнопки уже она так заблокируется просто вот он так выглядит тоже с 8 часов надо заходить первую дверь вот но они все у нас стандартной на фирме белая голова то есть наоборот белое туловище красная голова эту дверь только я могу открывать по последнюю дверь получается вот я разблокировал и загорается вот такие вот сигнальчики ее можно нажать и она открывается установка 5 и тут тут написано вот пожалуйста с 8 часов заходите водительскую через водительскую дверь здесь тоже указатель что все шли вперед после восьми вечера здесь уже нет говорилки такой для слепых людей все немножко тут сниму снаружи такой вот тоже длинный тоже вот этого кляпа сбоку для подключения электричества и воздуха вот такой у меня сегодня зверь а